Добрый день, это программа в центре внимания. Второй год подряд Амурские электрические сети привозят победу в главной номинации Всероссийского конкурса «Лучшая электросетевая компания России». О надежном энергоснабжении, как главном показателе работы электросетевой компании, говорим сегодня с главным инженером филиала ОАО ДРСК Амурские электрические сети Александром Бакаем. Добрый день, Александр Васильевич. Здравствуйте. Мы победили в номинации за надежное энергоснабжение. Однако в этом году первое место присуждено двум компаниям. Это Амурские электрические сети и Тюмень Энерго, если я не ошибаюсь. Совершенно верно. Вам не обидно? Почему так? Нам не обидно. Начнем с того, что Тюмень Энерго – это серьезная, большая, крупная компания, которая осуществляет свою деятельность на территории нескольких субъектов федерации. То есть это Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский автономный округ. Мы прекрасно понимаем, что нефтегазовый регион, у них финансовые возможности посерьезнее, чем у нас. И в такой серьезной компании мы все-таки разделили с ними первое место. Я считаю, что это хорошо. Не обижаетесь? Нет. По каким критериям проводился отбор, какие показатели оценивались? Основные показатели, по которым оценивались участники данного конкурса – это количество отключений, перерывов электроснабжения, их длительность, своевременность устранения, удельное количество аварий на 1 км линии, на 1 по станции. То есть это объективные критерии, которые позволяют оценить жюри показатели работы компании. Это самые главные такие критерии? Ну, именно в данной номинации, да. Вот я прочитала такую информацию о том, что Тюмень-Энерго характеризуется меньшим количеством аварий и технологических инцидентов, а также отключением потребителей. С чем это связано? У нас сложнее природно-климатические условия, да? Либо степень изношенности сетей и оборудования, либо денег у нас меньше. Вот в чем проблема? Дело в том, что в Тюмень-Энерго доля сетей 110 и 220 кВт существенно выше, чем у нас. У нас из 21 363 км линии электропередач, которые обслуживают Амурские электрические сети, более 15 000 км – это линии класса напряжения 0,4-10. То есть это линии с очень высоким уровнем аварийности. А доля таких сетей в Тюмень-Энерго существенно ниже. Соответственно, показатели аварийности в количественном урожении у них получше. Но вместе с тем нужно понимать, что все-таки нефтегазовый регион, больше денежных средств складывается в ремонт и в реконструкции. Наши инвестиционные ремонтные программы, конечно же, несравнимы с этой замечательной компанией. Понятно. Какие у нас аварии наиболее распространены в наших, может быть, отдаленных районах? Ну, наиболее часто встречающиеся аварии – это, конечно же, обрывы линии электропередач, вследствие падения деревьев. Очень часто у нас несанкционированный спил деревьев происходит. Люди, помимо того, что нарушают электроснабжение потребителей, они еще подвергают собственную жизнь опасности. И есть у нас случаи хулиганства, когда расстреливают изоляторы на линиях электропередач, что приводит, конечно, к очень серьезным последствиям. А в остальном большую долю играет грозовое отключение. То есть у нас в 2009 году, 28 июня, как раз этот день, 3 года назад, был отмечен 100 отключениями за одни сутки. С учетом того, что за весь этот год, за прошлый, вернее, когда мы были признаны победителями, у нас было зарегистрировано 1613 отключений за весь год. Представляете, а тут 100 отключений за одни сутки. Ну вот какая-то статистика у вас есть с собой или, я не знаю, по последним показателям, да? По последним показателям она есть, конечно. Годовое количество отключений 1613, предыдущий период у нас был 1652. Среднее время простоя потребителей, то есть в среднем, как наши потребители ощущали перерывы электроснабжения, 1 час 28 минут, и среднее время устранения повреждений 2 часа 42 минуты. Нужно понимать, конечно, сейчас зрители скажут, что у меня там 2 часа 5 не было сутки. Только хотела заметить, что... Конечно, мы же говорим о средних показателях. Конечно, бывают серьезные аварии, когда на их устранение уходит 20-24 часа. 24 часа – это предельное время устранения повреждений, которые у нас прописаны в договорах электростанта. Но, во всяком случае, я на своей памяти не помню, чтобы у нас прям несколько дней не было электроснабжения в каких-то районах, как вот это у нас недавно было в Подмосковье. Нет, конечно же, таких случаев у нас нет. Наш персонал настроен на ликвидацию последствий аварии в любое время дня и ночи, в любое время года. И ночью работают, и дождь, и снег, поэтому... Мы ваши ролики видели, хорошо снятые, когда и где вы работаете. Над энергоэффективностью понятно, что вы работаете давно. Вот вторая ваша победа в этом всероссийском конкурсе – это лучший инвестиционный проект года. Вот расскажите, что это за проект, где на территории области он был реализован, и что непосредственно потребителям дал, ну и вам в том числе. Одна из основных проблем электросетевого комплекса вообще в России в целом – это потеря электрической энергии. Не зря у нас принят федеральный закон номер 261 об энергоэффективности, как он в простонародье называется. Принятие этого закона продиктовано тем, что энергоэффективность нашего производства очень низкая. И большие потери в том числе и в сетевом комплексе. И вот в Тамбовке, и не только в Тамбовке, мы проводим большую работу по модернизации системы учета электроэнергии. К чему это приводит и что входит вообще в эту работу? Мы проводим реконструкцию электрических сетей, то есть мы меняем опоры, меняем провод на линиях электропередач и устанавливаем новые, более точные, современные приборы учета, которые объединены в одну систему коммерческую, которая позволяет осуществлять дистанционный съем показаний, которая позволяет оценить уже потери электроэнергии. И вот при реализации данного проекта в Тамбовке потери электроэнергии с 42% снизились до 9,5%. Ну что такое 42%? Вы представляете, что половина всей электроэнергии исчезала практически в никуда. То есть она не была учтена. После реализации данного проекта поступление сеть в данном населенном пункте снизилось. То есть то, что мы получаем в сети Тамбовки. А то, что мы отдаем потребителям, возросло. То есть, соответственно, наши затраты на приобретение электроэнергии чуть-чуть уменьшились, но это позволило нам существенно, скажем, повысить эффективность. Конечно, для конечного потребителя сыграла роль только реконструкция сетей, то есть они получили электроэнергию более высокого качества. Нам это позволило оптимизировать затраты. Но потребители еще должны и сами руку приложить по замене приборов. Нет, все, что касается работ по модернизации, которые проводит ДРСК, она проводит их полностью за счет собственных средств. То есть здесь потребители не участвуют? Вы все сами? Это очень хорошо. Среди 60 компаний, которые участвовали в конкурсе, вы стали еще и самой информационно открытой. Для журналистов это вообще очень важно. Вот как оценивалась эта открытость? Эта открытость оценивалась по количеству публикаций, по количеству упоминаний о нашей компании, о нашем филиале. Но здесь, безусловно, работа нашей пресс-службы. Это пресс-служба молодец. Да. Можно оценить ее только как отличную работу с учетом того, что все-таки мы удаленные относительно центров масс-медиа, даже назовем, что мы в провинции живем. Но, тем не менее, это много мы говорили. Качество работы. Александр Васильевич, вот на сегодня состояние сетей Амурской области, вот Ваша оценка, да, процент износа. Сильно изношено, не сильно изношено. Как удается, если сильно изношено, то как удается обеспечить более-менее бесперебойную работу? Состояние электросетевого комплекса сейчас можно оценить как удовлетворительное. Потому что я не могу, как главный инженер, сказать по-другому. Но если серьезно, то уровень износа очень высок. Особенно это касается электрических сетей, муниципальных образований, которые были приняты ДРСК в эксплуатацию за последние 2-3 года. Там практически стопроцентную мы замену проводим всех сетей. То, что мы принимаем, мы подможем. И полностью все нужно менять. Все меняем. И трансформаторные подстанции, и линии электропередач. Это, конечно же, требует очень серьезных финансовых вложений. За счет этого мы, конечно, свое подстанционное оборудование модернизируем не такими тембами, как хотелось бы. Но мы понимаем, что в первую очередь, конечно, важно наличие электроэнергии у конкретного потребителя. Потому что если мы поменяем оборудование подстанции, затратим десятки, сотни миллионов рублей. Да, для нас, конечно, для меня, как главного инженера, это будет замечательно. Но я понимаю, что люди это не почувствуют. Потому что, по большому счету, им все равно, какое оборудование установлено на энергетиках. У них главное, чтобы горела лампочка. Сколько в связи с этим планируете вложить средств в этом году? В этом году инвестиционной программой морского филиала предусмотрено освоение 761 миллиона рублей в рамках инвест-программы. И 298 миллионов в рамках программы ремонта. То есть, более миллиарда рублей будет вложено в сетевой комплекс в этом году. Я надеюсь, что благодаря этим, в том числе, вложениям, мы в будущем году будем среди номинантов и призеров. Тоже первое место привезете? Ну, не знаю. Будем стараться. Сколько человек у вас работает? Сколько человек вот это все хозяйство обслуживает? Все хозяйство обслуживает коллектив, в котором работает более 1300 человек. Ну, это на самом-то деле не так-то уж и много. Не так-то уж и много. Учитывая, что мы работаем практически по всей территории Амурской области, 360 тысяч квадратных километров. Большое спасибо этим людям. Большое спасибо, Александр Васильевич, вам за разговор. Сотрудники Амурских электрических сетей сегодня у нас герои дня. Именно они лучшие в стране, по мнению вот этого всероссийского конкурса, который проходил, по оперативности устранения последствий аварии и технологических нарушений. Особо им за это и благодарность. Телесрителям особое спасибо за внимание и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин